Поставлю наш вебинар на запись, чтобы все сохранилось. Ну что, пока мы собираемся, начнем вовремя в 18.30. Я попрошу, во-первых, сказать, как меня слышно и как меня видно. Звук ОК. Спасибо большое. И видно. Отлично. Это самое важное на сегодняшний момент. Хотя в течение вебинара я буду транслировать не себя, а презентацию, которую подготовила специально для сегодняшней встречи. И пока у нас есть еще буквально 4 минуты, давайте ознакомиться. О себе я расскажу, когда мы все соберемся и начнем. Расскажите вы, почему сегодня вы пришли на этот вебинар. Что вас связывает с ивент, что вам интересно, чем, возможно, привлекла вас тема именно выставочных мероприятий. И откуда вы, потому что у нас специалисты сейчас обучаются не только слушатели из Москвы, но и с других регионов, стран, в общем, без ограничений, так как формат обучения и офлайн, и онлайн. Об этом я буду тоже более подробно рассказывать чуть-чуть позже, чтобы все уже услышали. Поэтому давайте знакомиться в чате. Я думаю, что можно писать в данном случае. И всем будет интересно. А мне конкретно будет важно понимание вашего запроса к ивенту. Поэтому не стесняйтесь, пишите. И, возможно, я сегодня закрою какие-то ваши вопросы, несмотря на то, что у нас определенная тема и заявленные выставочные мероприятия. Вообще, почему выставочные мероприятия, так как забегу вперед и начну немного говорить, пока мы знакомимся, и вы пишете о себе. До пандемии у нас этот блок был в обучении по курсу ивент. Когда пришло это непростое время для ивента бизнеса, многие мероприятия переформатировались и перешли в формат онлайн изначально, потом стали гибридные форматы, то есть онлайн плюс офлайн. И выставки – это единственная, так скажем, отрасль, которая была на паузе долгое время. Ну, выставки и майс, наверное, да, выездные мероприятия, потому что были определенные ограничения с перемещением. И было принято решение, естественно, во-первых, трансформировать курс, сделать его с фокусом на оффлайн и онлайн форматы мероприятий. Вот, и в связи с тем, что информации много по другим направлениям, выставки просто не уместились. И в связи с этим, с отделом развития специалиста, мы приняли решение, в связи с тем, что выставки вернулись в полном объеме. Более того, сейчас осень – это пик выставочных мероприятий, всегда был и остается. И мы решили обоюдно сделать полезный вебинар, так как информации много, она никуда не делась, она не трансформировалась в какие-то другие, совершенно иные, так скажем, алгоритмы, механики организации. И тем самым мы сделали этот полезный вебинар в качестве входящего перед началом курса, что, на мой взгляд, будет не только актуально, но и полезно. И в тех рабочих тетрадях, которые у нас раздаются слушателям на курсе, блок по выставкам есть. И чтобы слушатели не задавали вопросы, а где же выставки, да, почему там мы все успели, а выставки нет, вот мы организовали этот вебинар, на котором я вам расскажу практически все, что я знаю о выставках, поделюсь своим опытом и так далее. Ну что, мне будет очень приятно увидеть ваши сообщения о том, что вас связывает с ивент, какие у вас ожидания, что вас привело на этот вебинар и откуда вы. И пока есть еще буквально там 2-3-5 минут, мы познакомимся. Так, Кульнара. Очень приятно. Кульнара из Москвы. Помогала супругу в организации выставки, была на иностранных выставках как гость. Было незабываемо, очень интересно и задумывалась о смене деятельности. Прекрасно, да. У меня тоже опыт и международных выставочных проектов, и в России, безусловно, и в регионах, и в Москве в частности. Плюс не совсем выставка, но проект АТЭС, в котором я участвовала в рамках корпорации, сотрудничая в Пекине. В Пекине это тоже была застройка стенда, и это тоже определенная механика, как можно участвовать. То есть, если вы, Кульнара, например, будете работать в дирекции по связям с общественностью, где на вас будут возлагаться обязанности застройки стендов и обеспечения участия компаний в выставке, то этот опыт тоже будет вам очень полезным. Вот. Но если в целом начать говорить про выставочные предприятия, да, то здесь важно отметить, что, как ни крути, необходимо знать основную базу, как организовываются мероприятия, и дальше она уже проецируется и трансформируется на тот формат, о котором мы сегодня будем говорить. То есть, креативная концепция, три слона, да, на чем основана эта концепция, бюджет, ну и сам проект менеджмент, да, то есть акшн-планы, договорные отношения, юридические, административные вопросы. Все это дается в нашем курсе по организации мероприятий. Я там очень подробно рассказываю про каждый блок, то есть у нас практически там каждый модуль по полдня, а вот работа с поставщиками целый день выделяется, потому что это информация, которая, безусловно, входит в любой формат проектов, в том числе выставочных, то есть как коммуницировать с поставщиками, как выбрать кейтеринг, что важно, как разбираться в технических терминах при работе с прокатными компаниями по световому и звуковому оборудованию, ну и другие направления по поставщикам, которые охватывают, в принципе, практически весь цикл организации мероприятий. Ну что, давайте начнем. И я смотрю, что у нас слушатели добавляются, поэтому если у вас есть желание для того, чтобы рассказать, что вас привело в ивент, чем интересен этот вебинар, я буду очень признательна. Ну и по ходу нашего вебинара, также если у вас будут возникать вопросы, записывайте их в чат. Единственное, когда я сейчас включу презентацию, я чат не буду видеть, но по окончанию презентации я отвечу на все ваши вопросы. Сейчас я расшарю экран. Отлично. Да, кстати, чат у меня остается, но я его сейчас скрою, скорее всего, потому что у меня будет... Напишите, пожалуйста, видно ли презентацию. Или поставьте плюсики. Да, спасибо большое. Ну что, так, одну секунду. Все-таки я скрою сейчас чат, для того, чтобы я видела сама на экране. Зовут меня Татьяна Багрянцева. Я практикующий веб-менеджер. Несмотря на то, что должности у меня назывались по-разному, и добилась я, так скажем, руководящих, плюс была менеджером по внутрикорпоративным коммуникациям в компании Русал Мэнхаус. Но, тем не менее, основная функция моя — это ивент-менеджмент. Для того, чтобы не путаться, собственно, я и называю свою профессию ивент-менеджер. Как ни крути, это так и остается. Я разработала самостоятельно курс ивент-менеджмент, основываясь на своем опыте. Сейчас это уже более 17 лет. Я полностью включена в организацию мероприятий, я остаюсь преданна своему делу. И основная моя особенность, наверное, в том, что я очень люблю то, чем я занимаюсь, поэтому, в принципе, вся информация, она исключительная, да, и приносит только пользу и дает определенный результат, тот, за которым вы приходите. Что касается формата мероприятий, которыми я занималась и занимаюсь, организовывала и продолжаю этим заниматься, это корпоративные мероприятия, маркетинговые события, пресс-мероприятия. Большое количество я организовала как раз-таки работы в корпорации «Русал», так как дирекция по связям с общественностью включает в себя пиар-департамент, в составе которого я и работала. Далее, фестивали, деловые мероприятия, МАИС — это то, с чего я начинала. МАИС — это аббревиатура, которая расшифровывается, митинг, инсенсив, конференс и дэвентс, ну и, естественно, выставки. И большую часть времени я организовывала выставки как раз-таки опять в рамках корпорации «Русал». Это был Красноярск, Москва, Стамбул, Дюссельдорф, ну и, опять же, АТС в Пекине, Владивосток, ну то есть все ключевые федеральные мероприятия, в которых участвовала корпорация, все это охватывалось мной и реализовывалось. Более шести лет я работаю в специалисте и занимаюсь преподавательской деятельностью, и мне это очень нравится, потому что мой опыт, он настолько большой, широкий, что я хочу им делиться. Это уже не вмещается в рамки моих компетенций, это должно давать пользу людям, и я думаю, что многие из вас понимают, о чем я. География моих проектов — это более 20 стран, это 40% всей России, может быть, даже и больше. Это зарубежные везные мероприятия разного формата и локальные мероприятия, да, то есть когда я начинала заниматься организацией мероприятий, это была Москва, Подмосковье, потом это были регионы, миллионники, потом это были все остальные города, ну и дальше уже пошли страны. Я недавно свой опыт пыталась резюмировать, и, честно говоря, на заре моей карьеры не было еще Инстаграма, не было таких форматов, где можно было бы фиксировать и релизить, да, свои проекты, были такие обычные ежедневники, вот, но это точно более тысячи проектов, не то чтобы я их, кстати, организовала, да, это то, где я участвовала, и 200 проектов точно, которые вошли в мое портфолио, которые я уже сейчас оформляю на сайте и фиксирую все события, в которых я участвую. Был у меня опыт руководящий, как я уже сказала, я руководила ивентотделом в большом агентстве, более 16 человек, и, собственно, теперь знаю об администрировании и, так скажем, управленческий опыт также есть в моем портфолио. Далее, как я уже, опять же, вам озвучила, опыт работы в крупнейшей корпорации на позиции менеджера по внутренней коммуникации. Мне принадлежали все проекты, я была ответственна за все регионы, мне подчинялись все пресс-службы, во всех городах, и это были и паблик-токи, и тимбиллинги, и выставки, и пресс-завтраки, пресс-брифинги, видеоконференции, мероприятия федерального значения с участием главы государств, то есть не только России, Владимира Владимировича Путина, но и, например, в Каяне я открывала бокситовый рудник с участием президента страны, президента компании. Поэтому опыт большой, готовы им делиться с вами, рассказывать все кейсы, все подробности, все идеи мероприятий. Я также даю на курсе, просто вот сколько успеваю, столько и даю. Курс Event Management 2021 это организация оффлайн и онлайн мероприятий. Ближайшая группа у нас стартует 19 сентября в учебном центре Белорусско-Савеловский, поэтому вы можете присоединиться и стать участником. Немного про наш учебный центр, хотя я посмотрела, многие из вас уже обучаются у нас. В этом году нам 30 лет, это достаточно большой срок, и это говорит о том, что мы даем действительно качественное образование, и у нас работают более 250 преподавателей-экспертов, более 1000 курсов, 70 учебных классов, более 35 тысяч корпоративных клиентов, ну и более, уже цифры, как вы видите, к полутора миллионам выпускников приближаются, и это действительно так. Наши гарантии, гарантии специалиста, гарантии качества, 100% качество образования обеспечивают уникальное сочетание Бауманской методики преподавания и современных технологий проведения корпоративных тренингов. Гарантии результата, полное усвоение знаний благодаря системе контроля качества, оптимальному соотношению слушателей в группах и посттренинговой поддержке специалистов. Что касается моего курса, то со всеми слушателями я остаюсь на связи и после обучения ко мне обращаются за экспертизой, за какими-то совместными проектами и прочее. То есть я всегда помогу советам, всегда отвечаю, поэтому в данном случае со своей стороны гарантирую результат. Гарантия сохранения средств организации. Я знаю, что многие приходят к нам на обучение от организации, поэтому средства, которые компания тратит на обучение сотрудника, они, даже если они не пропадают, даже если он уволился или уехал в командировку, мы бесплатно обучим другого специалиста компании. У нас гарантированное расписание занятий, учебные центры планируют на год вперед. Вот сегодня, например, мне прислали уже на 22-й год расписание по одному из учебных центров. Занятие тут без срывов и переносов. Возможность выбрать удобный режим обучения. Утр, день, вечер, выходной. И у меня также есть коллега, который преподает курс с ивентом, поэтому, в принципе, у нас никогда не бывает каких-то сбоев. Ну и гарантия безопасности. Об этом тоже важно сказать, потому что безопасность, в принципе, в мероприятиях это основной пункт, который я озвучиваю на обучении. И в данном случае, что касается специалиста, то это современные комфортные классы в бизнес-центрах категории А и В. И пропускная система, охрана, все необходимые условия, которые мы сплетаем и обеспечиваем для вашей безопасности. Ну и сейчас уже переходим непосредственно к теме мастер-класса выставочные мероприятия. Что вы узнаете? Я буду рассказывать, какие бывают форматы выставок. Мы поговорим об основных этапах подготовки к участию в выставке. Я буду говорить, как правильно выбирать площадку для застройки стендов, что такое пиар-поддержка мероприятия в рамках выставки. Большая часть про продакшн в рамках мероприятия. Далее стандартные, нестандартные виды застройки. Что это? Чем они отличаются друг от друга? Ну и, конечно же, правила бюджетирования выставочных мероприятий. Это такой, как я уже говорила, базис, о котором я буду сегодня говорить, что туда входит на примере застройки стендов. В выставке это, как я уже сказала, была часть курса в рамках предыдущей версии event management и сейчас мы ее сделали в виде вебинара для каждого из вас, чтобы ничего не упустить и расширили тот курс, который у нас был, углубляясь в те форматы, которые актуальны на сегодняшний день в организации мероприятий. Актуальность курса, ну, смотрите, как я всегда говорю, открывайте, я даже сейчас могу при вас это сделать, открываю тот сайт, который всем известен, это HeadHunter, набираем, допустим, параметры поиска и обычно количество вакансий показывает, то есть это порядка 1454 вакансии активных, да, по разным профориентациям в сфере event. Поэтому количество мероприятий сейчас увеличилось, то есть оно вернулось и оно увеличилось, потому что расширились форматы, да, то есть очень много компаний стали проводить мероприятия онлайн, чего раньше они не делали, да. Дальше форматы мероприятий, опять же, как профориентация, они увеличились и стала такая более подробная градация, да, то есть еще больше стало проектов и можно найти то, чем конкретно вы хотите заниматься в индустрии. Информация на курсе будет полезна тем, кто, во-первых, с нуля, да, хочет стать, как Гульнара написала, поменять профессию, да, это полезно 100%, от этого можно оттолкнуться и пойти дальше. По каждому модулю, который я преподаю в курсе, идет четкая структура и мы отрабатываем те навыки, которые необходимы на практике. Практики много, домашние задания на каждом, в каждом обучающем дне, я их проверяю просто литмотивом в течение, там, недели, несмотря на то, что мы обучаемся, там, по воскресеньям, например, да, в течение недели мы коммуницируем с вами в чате, где я проверяю задания, где я даю обратную связь, где отвечаю на ваши вопросы и в окончании курса у нас получается такой полноценный проект мероприятий. Сейчас я объясню, то есть он такой, как хакатон, да, потому что приходят слушатели разных уровней, разных направленностей, с разными целями. Мы объединяемся в проектные группы, я называю их, ивент-агентства и создаем проект с нуля. Формат проекта вы выбираете самостоятельно для того, чтобы в дальнейшем включить его в свою портфолио и либо устроиться на работу, либо реализовать это в рамках той деятельности, в которой вы сейчас занимаетесь. И для тех, кто уже работает в индустрии, понятно, что нас немного поштормило, такая зона турбулентности была, и нужно актуализироваться, взять свежую информацию по поставщикам, что актуально, что не актуально, потому что формат онлайн-мероприятий, коллеги, это не Zoom, несмотря на то, что сначала все ушли туда, Zoom, Skype и так далее. И для того, чтобы организовывать именно мероприятия, существуют определенные поставщики, которые предоставляют платформы, на которых, собственно, делается полный сеппорт вашего проекта. Ну и про актуальность, как я сказала, выставки сейчас это высокий сезон, осень, если вы посмотрите там основные площадки, Крокус, Международный центр торговли, экспо-центр, то увидите там расписание и большую загрузку. Востребованность на рынке постоянно растет, кадров не хватает, ко мне постоянно обращаются коллеги, для того, чтобы порекомендовать специалистов, которые занимаются организацией мероприятий. Поэтому я также всегда делюсь теми вакансиями вот на текущий момент, которые мне поступают. Ну и более подробную информацию по организации мероприятий, в том числе выставочных, также, да, делюсь опытом, я даю на курсе, куда входят, как я уже говорила, и модули про путь с поставщиками, создание презентаций, и самое главное, делюсь кейсами проектов, чтобы теория была подкреплена практикой и идеями, которые вы вполне можете потом позаимствовать. Итак, а теперь полностью к выставочным мероприятиям. Выставка — это мероприятие, проходящее в четко, установленные сроки с определенной периодичностью. Несмотря на то, что я уже сказала, что я организовывала мероприятия, я организовываю мероприятия разного формата, но для выставок у меня всегда такая отдельная любовь, потому что выставки — это то, что нельзя, так скажем, получить запрос, организовать там выставку за неделю, да, потому что уже просто не будет тех площадей, которые можно выкупить для того, чтобы застроить. То есть это всегда запланированные мероприятия. Когда мероприятие запланировано, многие вент-менеджеры меня поймут, ты можешь спокойно организовывать тот проект от начала до конца с экшн-планом, с той последовательностью, которая включена в механику и распределить сроки, чтобы не было горящих дедлайнов и чтобы все шло по плану, чтобы продакшн был вовремя по качественной и так далее. Существуют отраслевые выставки, например, как МИД, это ежегодная туристическая выставка. Я привожу ее в пример, потому что она непосредственно относится к индустрии ивент. И существуют выставки универсальные, где, например, в Милане проходила выставка там Милана 20-21, где вот все индустрии показывали тенденции, тренды, и можно было бы там представиться. Форматы выставок международной выставки считаются, если не менее 10% составляют иностранные участники, то выставка уже международная. И в данном случае нужно обратить внимание, что международные выставки имеют определенные стандарты к поставщикам, которые застраивают стенды, к услугам, которые соответствуют уже международным стандартам. Это важный момент, потому что на региональном уровне, например, могут быть условия попроще. Национальные выставки это с участием компаний отдельно взятой страны, межрегиональные продукции, услуги из регионов и региональные участия из города, где проводится выставка. Основные этапы подготовки к участию в выставке. То есть давайте проецировать так мероприятие, как будто бы вы застраиваете стенд для участия в большой выставке, стенд для компании. То есть во-первых, когда ваша компания собирается участвовать, клиент, либо вы работаете инсайтом в этой компании, у вас всегда должен быть анализ цели, задачи выставки. То есть мы не можем застроить стенды и потратить несколько миллионов, потому что мы просто хотим. То есть у нас должны быть определенные цели и задачи. Здесь, как правило, все просто. Выставки относятся к маркетинговым событиям, то есть тут продажи, но в то же время это может быть просто имиджевый проект, например, который был у меня. И если мы говорим про имиджевый проект, то здесь, как правило, бюджет застройки будет соответствовать репутации вашей компании. То есть это площадь стенда, это его оформление и так далее. И когда вы понимаете плюс-минус ваш бюджет, вы должны провести анализ, возможно, это делается совместно с сейлс-отделом и с маркетингом, где вы сопоставляете ваши затраты и ту эффективность, которую вы получите на выходе. Про эффективность я даю большой блок на курсе и в данном случае выставки также будут подать в эту базовую информацию. После того, как вы поняли, что участвовать в выставке надо, нужно, выгодно, вам необходимо выбрать застройщика, то есть партнера-организатора, который будет аккредитован для застройки на той площади, которую вы выбираете. И вот здесь очень важно одновременно, то есть этим, смотрите, то есть одновременно вы выбираете площадку для застройки стента, как правило, обращаясь в то место, где будет проходить выставка. В данном случае я привожу пример прокус-экспо, это вот реальный план одного из павильонов. Вам необходимые площади, которые вы можете выкупить и так далее, может быть, это две площади, и, соответственно, вы выбираете эту площадь и сразу же запрашиваете у них, есть у выставки, у организаторов вообще вот крокуса, допустим, в данном случае, всегда есть партнеры, которых они могут порекомендовать, но если вы работаете, например, как в моем случае, всегда с одним и тем же подрядчиком, который надежный и знает все от и до как мне нужно, то он просто аккредитовывается, подавая определенные документы и выработает их. Что важно при выборе площади, например, в застройке? Ну, конечно, самый топовый это на входах, площади не самые дорогие, как правило, плюс вот как вы видите холл номер один, номер четыре, номер семь, то есть вот эти проходные галереи, но то же самое и как перпендикулярно, так и горизонтально, это угловые стенды, это тоже выгодно, вот, ну и еще выгодно, конечно, несмотря на то, что это виси, да, то есть туалеты, это тоже такие места, где большая проходимость, и если вам нужна такая визипл вашего стенда, то можно от этих точек отталкиваться. Есть еще точки фудкортов, что тоже немаловажно, поэтому эти места в основном в первую очередь все расхватываются. Важно понимать, кто ваш сосед, как правило, если стенд уже выкуплен, то представители площадки свободно дают эту информацию, и вы можете также ей воспользоваться, сопоставить, посмотреть, загуглить, посмотреть, как это было в прошлом году у этой компании, для того, чтобы, например, если ваш сосед по стенду будет очень шумным, у него будет какое-то шоу, например, с микрофоном, барабанами или еще чем-то, и вам это не подходит, то, соответственно, вы будете уже принимать решение, исходя из этой информации, либо будет какой-то большой стенд, двух-трех уровневый, и вас будет там не видно, либо это будет какой-то прямой конкурент, с которым вы не хотели бы пересекаться визуально, чтобы у вас одинаковые клиенты и так далее, поэтому в данном случае, ну и конечно же все зависит от того бюджета, который у вас есть, потому что отталкиваясь от него, соответственно, вы будете смотреть, какая площадь вам подходит, ну именно площадь по квадратным метрам. Итак, размер площади, проходимость, соседи. Далее, когда все это уже определено, и вы знаете, кто ваш застройщик, мы переходим к разработке концепции стенда. Как правило, это может быть либо отдельно взятый дизайнер, который нарисует вам визуализацию стенда, и потом вы эту информацию передаете застройщику. Но такие вещи достаточно сложные, потому что это может быть до такой степени креативно, что не каждый застройщик сможет реализовать эту идею. Мне, например, удобнее работать с дизайнером, который представляет мне мой партнер-застройщик. И, соответственно, мы делаем как правило 3D-визуализацию, выбираем стилистику, и после этого уже начинаем просчитывать. Соответственно, параллельно с тем, как вы выкупили площади, что важно, вообще, в принципе, одна из целей выставки, будь то продажи и имиджевое мероприятие, это информирование ваших партнеров, клиентов, о том, что вы там участвуйте. Поэтому вы сразу вывешиваете баннер на сайте, даете информацию о площадке, чтобы они вас уже, ваш логотип разместили в числе участников, у них тоже есть определенные рассылки. У меня коллеги делали баннеры в электронной подписи, да, участник там АЛЮЭкспо 2020, например. Поэтому информирование партнеров переходит сразу же, как только вы оплатили счет по аренде площади для застройки вашего выставочного стенда. Аккредитация это тоже важная деталь, вы должны понимать, что это дополнительная опция, дают в рамках стенда с размерным квадратным метром определенное количество аккредитации для персонала, стафа, технического я имею ввиду, и если вам важно, чтобы ваши клиенты попали на выставку, им нужна дополнительная аккредитация, то вы ее выкупаете и управляете этим. В рамках того, что ваша компания участвует в выставке, то есть ваша деятельность не заканчивается только на том, чтобы построить стенд, у вас вам маркетинговый отдел площадки выставочного комплекса высылает список мероприятий, где вы можете принять участие, то есть это может быть конференция с представителем вашей компании, пресс-конференция, это может быть статья в узкосоциализированной прессе и другие активности, которые вам дадут на выбор. Этим не нужно пренебрегать, потому что все это работает и все это дает дополнительную эффективность более даже как пост-пиар возможно, то есть это тоже не нужно забывать. Что важно еще продумать на этапе застройки стендов это питание, то есть если у вас будет питание на стенде, например, кейтеринг, то это определенный функционал, который выкупается дополнительно, это подключение воды, канализации, то есть это условия, которые нужно обговаривать, оговаривать на первом этапе и это будет стоить дополнительно и не включено в стоимость аренды стенда. Как правило, чай-кофе мы организовываем своими силами путем аренды кофемашин, кулера и так далее, и одноразовые посуды, где не требуется установление умывальников для того, чтобы обслужить это все и возможно даже если стенд небольшой, сами коллеги могут делать какой-то снэк фуд, то есть конфеты, печенье и так далее, и тем самым делать такое предложение для ваших клиентов, которые будут непосредственно на стенде. Я вообще, что касается питания, всегда говорю своим слушателям, давайте достаточно аккуратно продумайте этот момент, потому что питание привлекает большое количество людей, и стенды может получиться такой, знаете, на базар-вокзал, который, в принципе, может быть, вам не нужен, поэтому с питанием достаточно аккуратно, особо каким-то плотным питанием, в принципе, на выставках стенды не занимаются, но если у вас какая-то направленность, вам точно надо, возможно, дегустация, то этот момент дополнительно обсуждается. промо, то есть это промо-персонал, который работает у вас на выставке, обязательно это представители, не обязательно посетители вашей компании, просто люди, которые постоянно находятся на стенде, как ресепшионисты, хостесы, и те люди, которые занимаются раздаткой той информации, которая у вас будет в продакшене. Далее вы составляете расписание, желательно, чтобы это были встречи не хаотичные, чтобы не было очередей, для клиентов это неудобно. Как правило, это все закрывается потребностями в приложении, создаются специальные, либо это заранее назначаются встречи, то есть подготовка к выставке, но это обязательно должно быть продумано, то есть все мероприятия в рамках вашего стенда, они должны быть ранее прописаны, продуманы и организованы. Продакшен. Как правило, стилистика и концепция продакшен, она должна полностью совпадать с концепцией вашего стенда. То есть вот эта история, знаете, когда, ой, у меня баклетики остались в той выставке, ой, а вот недавно мы брошюрки напечатали, вот это выглядит очень неправильно и, так скажем, не работает на бренд, поэтому лучше напечатать, какое-то количество произвести, но специально для выставки. Значит, что важно, это инфостенды, где, соответственно, каталоги, обновленные, свежие каталоги, за которыми приходят клиенты и другие заинтересованные в сотрудничестве, партнеры и так далее. Дальше, обязательно пресс-релиз, который делает пиар-департамент, в котором описывается, почему вы участвуете, что, как и почему, какие как раз такие списки мероприятия, которые планируются. Возможно, это будут какие-то дополнительные брошюры о том, например, какие-то новые у вас подразделения, оборудования или еще что-то. Сейчас ни одна выставка не обходится без видео, то есть плазма это такое уже must-have, поэтому позаботитесь о том, чтобы на этой плазме были корпоративные ролики, имиджевые видео, которые, опять же, делаются специально. Возможно, это будет монтаж ваших архивных съемок, возможно, это будут какие-то новые созданные ролики, но это должно быть. Зачастую видеоролики идут без звука для того, чтобы не мешать общению на выставочном стенде, если у вас деятельность не подразумевает создание звука, например. Ну и, как правило, каждая компания стремится к тому, чтобы давать какие-то сувениры на выходе своим клиентам, партнерам, тем, кто будет гостем на вашем стенде. В данном случае это не только информация о компании, о продукте и услугах, но и то, что будет приятно получить человеку в рамках посещения вашего мероприятия. Ну, например, если у меня было мероприятие Росупак, я делала стенд для упаковочного дивизиона, то мы дарили такие специальные рулоны, фольги, причем она такая, которую эксклюзивно выпустила для нашей выставки. То есть толщина ее была необычной, упаковка и так далее. И тем самым мы закрывали и то, что это наша продукция, и сувениры и так далее. Количество нужно, конечно же, рассчитывать из тех встреч, которые будут намечены у вас, плюс-минус ту аудиторию, которая есть на площадке. И нужно быть очень аккуратным с раздаткой, потому что, например, проходимость одного из павильонов прокуса это 30 тысяч человек. и однажды ко мне коллеги обратились с запросом, давайте будем раздавать вот эти промо-сумочки, холшовые или как они там, из чего. И я задала только один вопрос, зачем? На него мне ответить не смогли, и поэтому приняли решение не делать этого, а что-то другое. Поэтому здесь что касается сувенирки и продакшена, для того, чтобы вы не дали брошюру человек пошел и вот ее в следующий контейнер выбросил. То есть это уже сейчас не лояльно, не экологично, и нужно давать другие идеи, которые будут рабочими для того, чтобы, ну то есть если это сэмпл, то есть, например, как у меня упаковка фольги, если вы производитель зубной пасты, то есть сэмпл пасты, это хорошо, это прям то, что нужно. Но вот это вот большие вот эти макулатурные вот эти все брошюры, буклеты и прочее, это все сейчас, как правило, в электронном виде, но печатный вариант мы не отменяем, и в качестве раздатки, возможно, в формате или флета, или какой-то мини-версии, это тоже должно быть, который, допустим, посетитель выставки захочет взять с собой. Не забываем про фотоотчеты, и тут очень много зависит от непосредственно тех целей задач, которые вы ставите изначально. То есть для меня, как для ивент-менеджера, важно было сфотографировать стенд до открытия выставки, как он выглядит и прочее. Если вам нужна репортажная съемка, тоже включаем это в ваш бюджет, и делаем тот материал, накапливаем тот материал, фото, видео, который вам необходим. То есть, возможно, это будут какие-то пост-видео, о вашем участии в выставке. Все это будет вам давать дополнительную эффективность. Итак, существует несколько видов застройки стенда. Это стандартная застройка, например, когда вам дают уже конкретную конструкцию, и вам нужно ее оформить. Они называются такие будки вуз, и что важно, здесь вы можете оформить только лишь. Вот у меня такая будка была на ОТЭС в Бекине, и мы оформляли ресепшн, мы оформляли по цифре 2 логотип компании, у меня была флористика на стенде, у меня были постеры, у меня была плазма, небольшая зона для переговоров, хотя, в принципе, такие конструкции не чтобы там были переговоры, да, это лишь такая имиджевая история, но тем не менее, каждый участник ее оформляет. И еще, вот, если в панораме вам показать, то есть, это вот выглядит таким образом, поэтому очень важно оформлять это, знаете, чтобы это было не то, что было, я поставил, принес стул из офиса, там, и так далее, да, то есть, относиться к этому тоже с определенным бизнес-подходом. И нестандартная застройка, еще вариант стандартной застройки, то есть, смотрите, это выставочные будки, а это уже модули идут, у них есть определенные названия, просто вам, как правило, площадка выдает те технические характеристики, которые вы уже далее преобразовываете. что важно, в любом случае у вас должна быть демонстрация того, что вы предлагаете, да, то есть, если даже вот мы видим на этом неказистом стенде есть витрина, где представлена та продукция, которую вот компания предлагает. Пример нестандартной застройки, это непосредственно пример из моего кейса, я застраивала стенд в Красноярске, причем делала это полностью дистанционно, в Красноярске потрясающие застройщики, партнеры, которые реализовали просто на 100%, и нестандартная застройка это то, что вы уже проектируете на площадь, например, там, 5 на 8, вы проектируете вот так, как вы придумали, да, что там должно быть, то есть подсобные помещения, переговорная комната, выставочные какие-то баннеры, фотостены, ресепшн обязательно, плазмы, то есть это уже креативная застройка. Ну, и вот вам как вариант тоже моего кейса, это мой стенд в Крокусе на Росупаке, про который, проект, про который я сейчас вам рассказывала, это полностью стеклянный стенд, печать с накаткой, так скажем, витрины, где располагалась продукция, зона переговоров, ресепшн, плазма, стенд был небольшим, с красным ковролином, несмотря на то, что все отговаривали, говорили, что он будет там, ну, быстро выйдет из строя, но тем не менее, по опыту я знаю, что это можно почистить в конце дня и так далее, то есть это все работало, и вот, как вы видите, у нас были каталоги, которые стоят на инфостенде рядом с ресепшн, и этого было вполне достаточно, это уже вот не стандартная застройка, это уже тот креатив, который разрабатывает дизайнер и застройщик потом вам просчитывает, сколько это будет стоить, и перейдем к заключительной части нашего вебинара про выставочные мероприятия, это бюджетирование, я сейчас буду рассказывать, на что же уходит, уходит в бюджет, что нужно просчитать, какие позиции в смете будут у вас. Итак, аренда площади для застройки, как мы уже обсудили, вам ее предоставляет та площадка, где вы участвуете, аккредитация, электроподключение, интернет-подключение на стенде и набор позиций по питанию на стенде, то, что я вам говорила чуть выше. Далее, маркетинговая активность, это отдельный, у нас был отдельный договор, это отдельный менеджер, который высылает вам информацию, как раз-таки по обеспечению организации пресс-конференции в рамках выставки, это могут быть публикации журнала, их стоимость, трансляция видеоролика, например, на больших экранах, в данном случае я использовала те, которые расположены на самом Крокусе, далее, размещение в каталогах, которые делают организаторы выставки, размещение логотипа на всех носителях, кстати говоря, забыл упомянуть свой опыт застройки, у нас там был не стенд, а дом приемов на Санкт-Петербургском экономическом форуме, но это тоже по механике мероприятие, которое охватывает выставочные активности, то есть все вот эти маркетинговые активности, они также были в арсенале, который я использовала при участии, то есть там ты уже приобретаешь спонсорский пакет, где это все перечислено, что ты можешь. Про спонсорские мероприятия я говорю тоже, у меня есть отдельный блог непосредственно в курсе, и я говорю не только про то, что такое спонсорское мероприятие, но и как быть спонсором на мероприятии и как искать спонсоров на мероприятии, кто может быть спонсором. Далее, застройка стенда. Я сейчас привожу вам данный бюджет на примере застройки стенда как раз в Крокусе. Это конструкция максима, элементы стены стеклянной, это была аренда. Далее, напольное покрытие, я рекомендую делать его всегда, потому что оставлять обычный пол это не очень хорошо. Дальше, встроенная витрина, полноцветная печать на пленке с ламинацией, это как раз оклейка полностью стенда, и производство ресепшена, потому что у нас был индивидуальный проект, и его нельзя было взять в аренду. Далее, важный пункт это аренда мебели и оборудования, то есть аренда стульев, столов, которые вы используете, аренда плазмы, и обязательно ее крепление, потому что, как правило, вам при аренде плазмы могут привезти только плазму. Аренда стеллажей, которые вы ставите в подсобное помещение стенда, вот у меня сзади там была такая коморочка, она была маленькая, но для того, чтобы туда уместилось тысячу брошюр, которые мы делали продакшн для данной выставки, мы брали в аренду вот эти стеллажи, чтобы там все аккуратно лежало, не валялось, и, как правило, это тоже обязательная опция. Я вам, в принципе, сейчас привожу примеры обязательных опций, которые вы должны включить при застройке в стенд. Электрооборудование от застройщика, у меня была диодная подсветка витрин, желательно также подсвечивать то, что вы предлагаете, то, чем занимается ваша компания. Дальше подсветка самого стенда, прожекторы галогеновые, и электрощит, который обязательный представляет ваш партнер. То есть вам, смотрите, вам площадка кидает вот так кабель, как вот в новостройках квартир, кто не понимает, и вы дальше уже делаете разводку непосредственно, то есть не вы, а ваш застройщик делает разводку по стенду. Далее обязательно опция монтаж-демонтаж, логистика, привоз, увоз, если большие конструкции, то оплачивается подъезд к дворкадеру грузового транспорта, но, как правило, много можно пронести через входные двери. Услуги грузчиков, не нужно их ни в коем случае забывать, если вы не хотите сами, например, то есть мне могут позвонить, сказать, Татьяна, тысячу брошек подъехали, окей, спасибо, а кто понесет на стенда? Поэтому это все нужно заранее продумывать и просчитывать в бюджете. Далее, про то, как раз-таки питание на стенде, если у вас это элементарно, как это было у меня, то у меня была аренда кофемашины, расходные материалы, соответственно, для кофе, чая, аренда кулера и одноразовая посуда, ну, плюс там конфеты, печенье, снеки, что-то такое, если это у вас предусмотрено. Дополнительно магнитный замок на подсобное помещение, потому что выставки остаются, простите меня, пожалуйста, но другого слова подобрать не могу, таким коррупционным видом деятельности, да, то есть были были случаи, когда шубы уходили, сумки уходили и так далее, поэтому, конечно, лучше это предусмотреть, это заранее оговаривается. и канцтовары, то есть тот продакшен, который вы делаете, не забудьте сделать ручки с логотипом, да, вот у меня под руками ручка специалист, это какая-то бумага для заметок, обычным делом это в формате А4 с логотипом компании, ну, если у вас дорог и богат, можно было к ноту предусмотреть. Далее, вот как раз-таки переходим к полиграфии, это дизайн и производство плета, дизайн и производство подарочной буковки фольги, производство пакетов с логотипом, доставка и хранение, обязательно в каждом из пунктов по производству доставка и хранение, ну, игрушки, да, как мы уже поняли, а пакеты это такая вещь, которую все забывают на выходе, потому что отдать в подарок фольгу человеку, да, ее нужно куда-то положить, поэтому обязательно учитывайте этот факт. Видеопродакшн идет отдельной статьей в бюджете, это производство ролика для трансляции на стенде, это производство ролика для трансляции на наружном экране, если вы используете дополнительную маркетинговую активность, ну, и это видеозаставки, такие перебивки перед, вернее, после каждого там цикла вашего видео. Что касается персонала, это промо-персонал, один, два, в зависимости от площади, администратор стенда, это тот технический специалист, который 24 часа находится на вашем стенде и помогает вам заменить кофемашину, если она перестала работать, поменять лампочку галогенную, которая перегорела на высоте 10 метров, то есть не думайте, что вы можете как ивент-менеджер закрыть эту позицию, нет. И нужно подумать про клининговый сервис, потому что застройщик всегда точнее, организатор выставки, площадки предлагает свой, но, как правило, стоит это очень дорого, поэтому мы брали пылесос в аренду и персонал, который нам в конце дня приводил стенд-порядок. Далее опции покупки реквизита оборудования, то есть нужно говорить, например, мои коллеги сказали, мы хотим забрать тот ресепшн потом себе в офис, вообще не вопрос, это индивидуальное производство и так далее. В данном случае вам нужно объяснить, что эта конструкция собирается один раз, перевозить ее потом нужно целиком, то есть это крупногабаритная возможно конструкция, для которой нужен спецтранспорт, спец как это называется, ну не тележка, не подъемники, ну то есть специальная какая-то конструкция, чтобы ее туда вывести и погрузить. И опять же услуги грузчиков, но и вот этот вот вариант, а можно это у вас немножко полежит там где-то на складе, это тоже как бы не работает. Ну в общем вот то, что я хотела вам рассказать про выставочные мероприятия и завершая, прежде чем ответить на ваши вопросы, еще раз хочу поговорить про курс Event Management 2021 организация офлайн и онлайн мероприятий, то есть в вашем портфолио будет проект, который вы будете создавать в течение всего курса и который вы будете защищать на последнем, в последний день, вы сможете пройти все этапы подготовки организации мероприятия, то есть вот то, что я сейчас рассказывала, вы будете с нуля самостоятельно проходить, начиная от креативной идеи, затем созвонить селебрити, если они участвуют в вашем проекте, то есть звездам мы тоже звоним, и это определенная домашняя работа, составление ТЗ-поставщика, бюджетирование, работа с экшн-планами, все это входит сюда. Что касается практики, будет практика брейнсторминга, как раз таки создания креативной идеи, будем говорить про риск-менеджмент, очень много буду закрывать вопросов, на которые ушли годы для практики, буду говорить про то, что это бизнес очень клиент-ориентированный и как работать с клиентами, ну и как я уже сказала, буду давать каждому фидбэк по домашнему заданию, и по окончании курса вы сможете устроиться на работу организатора мероприятий или найти должность с повышением уровня вашего гонорара. Особенности курса Event Management 2021 организация мероприятий это, если говорить про структуру обучения, 32 академических часа, стоимость 19,990 точно, 17,950 онлайн, если я не ошибаюсь, то есть на сайте более точно вы можете еще раз посмотреть, связаться с нашими менеджерами, ну и престижный диплом о повышении квалификации, который вы получаете в конце обучения. Стартуем 19 ноября. Значит, также хочу сказать пару слов о том, что Event Management мой курс входит в комплексную программу, например, если я не ошибаюсь, есть программа директор по маркетингу, где есть перечень курсов, которые вы проходите, получаете потом диплом, и в состав этих курсов входит как раз Event. Об этом вам нужно будет уточнить у менеджеров, с которыми вы общаетесь, по заключению контракта на обучение. И, насколько я знаю, преимуществом комплексных программ является, конечно же, стоимость. Итак, обучение. Я люблю очные коллеги, честно вам скажу, но онлайн дал нам возможность обучаться, если вы живете в другом городе. Если, конечно, вам нужно более интенсивно, у нас есть и индивидуальный формат обучения, где я также работаю с вами уже тет-а-тет, и мы проходим все то, что я даю в курсе, но уже непосредственно проработав индивидуально под вас. Если говорить про онлайн, то это классы вебинаров по той же примерно модели, что и сейчас. То есть мы с утра начинаем, я включаю вебинар, и также слушатели обучаются. То есть в принципе от онлайна одни плюсы, если вы опаздываете, если вы что-то пропустили, если какой-то форс-мажор, то у вас всегда есть возможность подключиться онлайн, и более того, в вашем личном кабинете сохраняются записи каждого дня, каждого модуля, каждого урока, которые вы можете потом повторить, прослушать, насколько я знаю, там от трех месяцев, они сохраняются, может быть, даже полгода. Вот собственно то, что я хотела вам рассказать по сегодняшней теме, теперь готова ответить на ваши вопросы, буквально пять минут, я практически уложилась в тайминг, это приходит годами, да, вот, и я готова ответить на ваши вопросы, возможно, это будет про выставочные мероприятия, возможно, это будет про курс, возможно, это будет про другие форматы, то, что интересно именно вам, поэтому пишите в чат, насколько для вас это важно, я постараюсь всем ответить. Не стесняйтесь. да, спасибо большое вам, Екатерина, за то, что были со мной, и вам, Ирина, спасибо, когда нет вопросов, как-то даже не знаешь, хорошо это или плохо, но фидбэк в любом случае есть, и это уже хорошо, а если нет проекта, работаю по другой специальности, только хочу освоить, как с практикой, ну так проект, Татьяна, спасибо за вопрос, а проект и не должен быть, то есть вы на курсе объединяетесь, ну то есть в любом случае вы только хотите работать, да, как правило, после первого дня вы поймете, чем конкретно вы хотите заниматься, каким форматом обучения, точнее, каким форматом мероприятий, то есть деловые, онлайн, оффлайн, выставочные, пресс-мероприятия, маркетинга, то есть вы определяете, все, я вот решила, да, я хочу заниматься непосредственно там корпоративными мероприятиями, есть в группе, будут также те слушатели, которые также хотят заниматься подобного рода мероприятиями, и тогда вы объединяетесь, и мы с вами решаем конкретно уже, что это будет, а как правило в сентябре, ну, так работает и в энд индустрии, что мы готовим сани летом, и это, если мы говорим про корпоративы, это Новый год, да, то мы работаем над каким-то новогодним проектом, то есть вы работаете и создаете его, то есть получается вы создаете проект, на выходе получаете презентацию, бюджет, то есть проходите все этапы и уже опираясь на него, вы можете пробовать себя в этой индустрии, да, на позицию того, кем вы хотите быть, то есть в зависимости от вашего уровня компетенции, например, если вы там всю жизнь не чарили, то я знаю, что в HR-департаментах точно есть функционал по организации мероприятий, и у вас есть возможность вместить фокус, да, то есть устроиться на работу, где будет функционал по организации мероприятий, с этого можно неплохо начать, а дальше уже двигаться, дальше, 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 и, ну, собственно, углубляться, и выбирать, да, то, что вам интересно на тот или на период, поэтому проекты не должен быть, проекты, они как раз таки придумываются, ну, то есть создаются, бриф, да, для проекта, о котором я буду очень много говорить, тоже на курсе, он формируется уже прям непосредственно во время обучения, и вот этот плюс обучения на моем курсе в том, что все очень структурировано, степ-бай-степ, и вы понимаете, ага, сегодня мне нужно сделать бриф и придумать для какой компании какой формат мероприятия, там, к следующему дню мне нужно, там, создать креативную концепцию, оформить ее в PowerPoint, и я полностью подробно рассказываю на примерах и на базовой информации, как это делать, да, вот, и вот так вот постепенно у вас появляется проект, который вы сможете потом использовать. Да, спасибо большое, Юль. Ну, главное, что было познавательно, да, это важно. Какие еще помогут прикладные программы, если с нуля, например, для проекта, среда дизайна, прикладные, среда дизайна. Итак, Анна, не совсем поняла ваш вопрос, прикладные программы, то есть вы имеете в виду вот PowerPoint, да, то есть вот у нас, в принципе, PowerPoint, PowerPoint, сейчас скажу еще, что Excel, бюджет в Excel, все, у нас Event Manager не нужно обладать сверхзнаниями в этих программах даже, то есть это элементарные навыки, которые, опять же, я как инструкцию даю, как этим пользоваться, и дополнительно это изучать не нужно. Так, какие основные навыки должны быть, как понять, что это специальность для меня, например, ну, да, Ниль, спасибо вам большое за вопрос. Значит, креативность, да, то есть если, и вообще Event, это изначально для творческих людей, потому что есть возможность самореализации, есть большой, большая часть работы это про коммуникации, это, если, ну, вам интересно, нравится общаться с интересными людьми, с звездами, с топ-менеджментом, компанией, да, то есть это, ну, как правило, все начинается с творческой составляющей, то есть, как ни крути, Event это про творчество, потому что ваша идея, которую изначально покупает клиент, а потом уже вы ее реализовываете, ну, то есть креативность, вот это вот, да, творчество, оно, наверное, все-таки в априори стоит, то, что хочет, хотя некоторые идут в МАИС, потому что им очень нравится путешествовать, а МАИС это организация выездных мероприятий, которая дает возможность путешествовать, организовывая мероприятия, то есть там еще двойное, да, ну, например, вот мне очень привлекала смена обстановки, разные города, опять же, общение, коммуникации с другими культурами, национальностями, и вот это тоже является как мотивацией, да, поэтому творчество все-таки превалирует вот в инициации, ну, опять же, если про себя говорить, у меня, в принципе, педагогическое образование, что, как вы видите, пригодилось мне после стольких лет работы в Эвент, но я всю жизнь была творческим человеком, то есть работала хореографом, из-за сознательной жизни, то есть была в творческой тусовке и так далее, и так далее, такая богема, знаете, вот, и потом я поняла, что я хочу дальше, но вот в другом формате, и я познакомилась просто с мероприятиями, как они выглядят вот в том формате МАЙС, и меня это очень-очень привлекло, завлекло, увлекло, вот видите, аж на 17 лет. Нет, а, ничего не нужно изучать дополнительно, все это можно освоить параллельно, ну, вот единственное, можете открыть PowerPoint просто на компьютере или Keynote, вот у меня, допустим, Macintosh, но я в Keynote создаю презентации, вот, нет, безусловно, можно пойти у нас в специалисты на курсы PowerPoint и Excel, но там очень, так скажем, углубленные, да, знания даются, и они нам не требуются, вот, пожалуйста, за эфир, да, знания иностранных языков, ну, Нин, смотрите, такая история, все требуют, но можно заниматься, вот сейчас иностранный язык в ивент вообще не нужен, тогда, когда мы ездим за границу, и все мероприятия реализовываются по России, да, ну, какой нам иностранный язык там на Байкале нужен, да, вот, поэтому сейчас немножко как бы, ну, все требуют его, если вы посмотрите вакансии, все будут желательно требовать, я рассказываю лайфхаки, как я непосредственно со своим там интермедиат проходила собеседование с переводчиком Олегом Владимировичем Терепаски и успешно, то есть экспертность, она в данном случае стоит выше требования знания языка, и без языка тоже можно работать в ивент, и я знаю очень многих своих коллег, которые без языка работали, работают и будут работать, а сейчас вообще благодатная почва для этого, но вы потом так или иначе сами захотите двигаться дальше и делать такие интересные проекты там, не знаю, в Европе, Америке, и параллельно будете уже сами себе прокачивать сейчас для этого большое количество возможностей. Да, Гульнара, я очень рада, что в принципе вам это звалось, вот, конечно, есть, смотрите, есть организаторы выставки в рамках, допустим, Крокуса, да, но там совершенно другой функционал, то есть там не так интересно, как застраивать, например, стенды в компании, есть агентства по застройке стендов, там уже более предметные, интересно, поэтому здесь нужно разделять непосредственно, потому что вы, допустим, можете найти вакансию менеджера там выставок, да, и это будет в рамках организаторов, там, Крокуса, например, и ваш функционал будет там продажа площадей или еще чего-то, да, то есть тут нужно более подробно себя понять, как, что конкретно в выставках вам нравится делать. Я вот рассказываю про интересную часть, про продажи выставок, заключение контрактов, ну, это более такая рутинная работа, она не совсем про ивент, поэтому я про нее не рассказываю. Татьяна, в принципе, можно со смартфона, но будут какие-то домашние задания, где все-таки компьютер понадобится, да, вот, но, в принципе, если у вас есть сейчас какие-то ограничения по возможности там создания презентации, хотя, не знаю, вот у меня 12-й, и я могу работать, создавать презентации в специальных программах, то есть, мне даже PowerPoint не нужно, я тоже об этом рассказываю, то есть, все, я настолько индивидуально подстраиваюсь под каждого слушателя, что найду для вас точное решение, если у вас нет возможности с ПК, там, например, да, обучаться, то есть, это все решаемо, единственное, вот с Excel, есть решение, есть Google Docs, где можно создать документ, также вбить формулу, она также будет работать, это единственное, будет чуть дольше и сложнее в качестве операционной деятельности, но это все сделать можно, сейчас уже в принципе очень многие работают, да, я как-то забыла про Google Docs, там и презентацию можно делать, и Excel, поэтому, если вы опытный пользователь смартфона, welcome, пожалуйста, но я все-таки любитель ПК, потому что, сейчас объясню, если вы ивент-менеджер, то у вас очень много мероприятий, так или иначе, которые вы ведете одновременно, и просто смартфон не вывезет, да, на ту информацию, которую вам нужно сохранять, переделывать и прочее, и плюс те форматы, которым пользуются ваши клиенты, то есть для обучения ок, но если вы будете работать, то там только ПК, ну, то есть компьютер, идут, или можно в удобное для меня время, значит, смотрите, что касается онлайн-обучения, то здесь идет в определенное время, онлайн именно, это когда я прям стою в аудитории, говорю, задаю вам вопрос, там, вы мне отвечаете, да, вот, а после каждого дня формируется запись, который вы можете прослушать дополнительно или вообще в любой другой день, ну, то есть как вам удобно, но тогда вы будете не находиться в этапе создания проекта в групповом, да, то есть это будет уже ну, такое, такое ваше индивидуальное слушание без обратной связи, вот, вы в принципе можете это выбрать в качестве обучения, но как правило интересно участвовать в практике, ну, то есть быть включенным, быть в составе проектной группы, которая выполняет определенное задание, вот, но опять же все индивидуально, то есть я об этом говорю, и это обозначаю, а вы делаете выбор, то есть если вам нормально, без домашки, то окей, если вы хотите там по результатам прислать мне индивидуальный проект на почту, не защищая его там при моей экспертизе, это тоже можно, главное, все ваши нюансы и детали определить на первом дне обучения для того, чтобы это все было учтено между нам с вами, между мной и вами, нашей договоренности как преподавателя. Спасибо большое и вам, мы завершаемся тогда, я сейчас отключаю запись и добро пожаловать к нам на курс, вот, я буду рада видеть вас всех, рассматривайте формат обучения, присоединяйтесь и будьте уверены, что как говорил один из моих коллег, профессия, может быть, вы не станете богаче, чем топ-менеджер Газпрома, но 100% станете счастливее, потому что эта профессия не только дает возможность быть в тренде и участвовать в мероприятиях и быть, знать все за кулисьей, и это профессия, которая на выходе дает фидбэк в виде эмоций от ваших клиентов, потому что ивент-менеджмент это, в принципе, управление эмоциями, да, и это тот инструмент, который мы создаем, реализовываем посредством тех инструментов, о которых я рассказываю, и если вы определяетесь той профориентацией, которая вам нравится, например, даже частные праздники, например, мне сейчас очень нравится, ну, если это маркетинг, то агентство, департамент можно посмотреть и вдохновиться, если это частные праздники, то бюро могу сейчас делать такие очень нишевые, закрытые мероприятия, знаете, включая там аренду площадки Ватикана с хором, который церковь там поет, да, то есть все эти вещи, которые недоступны вам как обывателю в обычной жизни, в индустрии ивент становятся реальными, то есть это не полет на воздушном шаре, хотя если это Каппадокия, то why not, да, протестировать недельку каждый там маршрут и прочее, вот, здесь дается очень много челленджей, которые, ну, безусловно, добавляют красок в вашу жизнь и делают ее насыщенной и, так скажем, расширяют норму понимания как, а что так можно было, да, то есть какие-то такие вещи, вот, всего доброго, завершаемся, я уже отняла и так много вашего времени, буду вас ждать, останавливаю запись.